Особое мнение на 101FM В нашей группе ВКонтакте, на сайте Хоккирова.ру, в телеграм-канале Хоккирова, в Ютьюбе. Ну, в общем, везде, на всех площадках мы по-прежнему представлены и работаем в прямом эфире. С приговора Владимира Быкова начнем. Давайте. 8 лет колонии строгого режима, штраф и, собственно, осуждение. Запрет. Запрет. Это самый непонятный. Да, государственных должностей. Да, почему только печное топливо? А почему все остальные инкриминируемые деяния судом не были признаны? Ну, это риторический вопрос. Вы не судья, вы не сможете ответить. Ну, во-первых, да. Могу единственное предполагать о том, что уважаемый суд, скорее всего, да не скорее всего, а точно, счел данные эпизоды недоказанными. Ну, это его право и святая обязанность иметь собственное осуждение по вопросу виновности или невиновности того или иного человека. Здесь обсуждать можно будет что-то, если мы с вами увидим текст самого приговора. Когда это произойдет и произойдет ли вообще, не знаю, на самом деле. Будет ли он публичен, да? Нет, я думаю, что в паблик вряд ли его выложат, хотя, с другой стороны, не исключаю подобного рода возможность. На сайтах судов очень часто размещаются подобного рода приговоры, тем более, что это дело достаточно важное. Имеет общественный резонанс. Безусловно, безусловно. Поэтому какая-то вероятность, что мы итоговый текст приговора увидим, она, безусловно, есть. Восемь лет – это много или мало? Это сурово, учитывая возраст Владимира Васильевича? Или это нормально? Ну, здесь я бы, честно говоря, удивился, если бы срок был меньше. Почему? Значит, по шестой, дай бог памяти, части 290 стихи, это взятка в особо крупном размере, минимальное наказание как раз составляет 8 лет. То есть это по самой нижней планке, да, получается? Ну, суд теоретически мог назначить наказание ниже низшего, но с учетом той позиции, которую Владимир Васильевич занимал, непризнание собственной вины, отсутствие какого-то раскаяния и так далее, естественно, лишило возможности суд более смягчить приговор, нежели та минимальная планка, которая установлена законодателем. Поэтому здесь это абсолютно по закону. То есть вот те, не знаю, эксперты, не эксперты, люди, которые предполагали, что приговор может быть условным, например, да, они ошибались, никак невозможно было это. Ну, почему это возможно? Значит, максимальный размер условного наказания в Российской Федерации, установленный, собственно говоря, уголовным кодексом, он как раз и составляет 8 лет. То есть больше 8 лет условно дать невозможно, а 8 можно. Ну, не дали. Ну, не дали. Ну, так опять же, суд посчитал, что исправление Владимира Васильевича возможно исключительно в условиях реального лишения свободы. Колонии строгого режима. Ну да, колонии строгого режима. А строгий режим для человека, который первый раз, получается, Владимир Васильевич попадает? Ну, смотрите, значит, определение вида исправительного учреждения находится, по большому счету, вне компетенции суда. Значит, установлено, что, например, лица, пусть и впервые, но осужденные за совершение особо тяжкого преступления. А это взятка? А это часть 6 статьи 290, из-за которой Владимир Васильевич и был осужден, относится как раз к особо тяжким преступлениям. Значит, такие граждане отбывают назначенные им наказания в исправительных колониях именно строгого режима. По прошествии какого-то времени Владимир Васильевич сможет претендовать на изменение режима содержания, он может быть переведен в исправительную колонию общего режима, в последующем может быть переведен в колонию поселения. Но это дела не завтрашнего дня, в любом случае. Значит, до каких-то смягчений, наказаний и так далее, он должен отбыть, ну, как минимум, половину назначенного срока наказания. А условно-досрочно, условно-досрочно, если... По двум третям. Ага, две трети срока. Да. То есть это получается 6... 6 лет. 6 лет. Угу. Через 6 лет Владимиру Быкову будет 75, получается. Ну, конечно, да. То есть это возраст такой... Ну, конечно, да. Достаточно солидный. Солидный, безусловно, но с учетом того, что он пенсионер, будут некоторые послабления в режиме его содержания. Он сможет официально не работать, в отличие от других осужденных. А то есть в колонии строгого режима обязательно нужно работать? Ну, нет. Просто, как правило, многие колонии, собственно говоря, имеют какие-то свои производства, и осужденные там трудоустраиваются. С тем, чтобы, опять же, иметь возможность хотя бы погашать гражданские иски, выплачивать штрафы. Ну, опять же, Владимир Васильевич пенсионер, он получает весьма немаленькую пенсию, как бывший глава города Кирова, как военнослужащий, находящийся в отставке. Ну, я думаю, что сможет он из тех ежемесячных выплат, которые он получает из пенсионного фонда, с Министерства обороны, осуществлять погашение того штрафа, который и был фактически ему присужден судом. А пенсию не отбирают в таких случаях? Нет, пенсию не отбирают, удерживают из пенсии 50%. Нет, ну, в смысле, лишить человека пенсии за то, что вот он наступился и нарушил закон. Нет, такого не бывает. Нет, нет. Пока в Российской Федерации такого закона не существует. Значит, человек, который находится на заслуженном отдыхе, получает какую-то пенсию, не может быть произвольно этой пенсии лишен. Никогда и ни в каких случаях. Максимум, что здесь может быть последствия, это удержание из этой пенсии в размере 50% всей суммы. В пользу штрафов? В погашении штрафов, в погашении гражданских исков и прочее. То есть больше половины все равно удерживать никто не будет. Учитывая возраст Владимира Быкова, там вообще, ну, саму ситуацию достаточно нестандартная, она все-таки не так часто у нас высокого уровня чиновники садятся, да? Ну, в последние годы чаще стало, но тем не менее. Колония, в которой он будет отбивать наказание, она где будет расположена? Там есть вообще какая-то, ну, не знаю, какой-то особый подход, что ли? То есть это должна быть какая-то колония для бывших государственных служащих, куда их можно поместить? Это должны быть условия содержания более-менее похожие по климату на Кировскую область, то есть не крайний север, условно говоря. Ну, ранее существовало правило, в соответствии с которым осужденный направляется в исправительную колонию для отбывания на наказание, максимально приближенную к месту его жительства. Но в то же время сейчас ВСИН может отправить Владимира Васильевича в любой субъект Федерации. А почему? То есть отменили это правило? Ну, это правило фактически не действует в настоящий момент. ВСИН руководствуется теми исправительными учреждениями, в которых есть места, во внимание принимается безопасность самого осужденного. Что вы имеете в виду безопасность? Ну, бывают случаи, когда осужденный направляется, например, в отдаленные регионы Российской Федерации, именно для того, чтобы исключить возможность каких-то конфликтов. Не забывайте, где у нас, например, находится в настоящий момент Никита Юрьевич Белых. Ну, в не очень отдаленном месте. Согласен, согласен. Достаточно близко к Москве, я думаю, что просили как раз ближе к Москве. Секунду, понимаю, но просто я пример привел, почему Никита Юрьевич на момент своего осуждения, вступления приговора в законнующину, имел прописку, дай Бог памяти, по-моему, на территории города Москвы вообще. Тем не менее, он отбывает наказание в исправительной колонии в другом субъекте Федерации. Ян Евгеньевич, поближе к себе микрофончик, пожалуйста. Да, хорошо, хорошо. Значит, более того, применительно, например, к Никите Юрьевичу, исправительная колония, в которой он отбывает назначенное ему наказание, фактически так-то, собственно, предназначена для отбывания наказания, если я ничего не путаю, для бывших сотрудников правоохранительных органов. Что там делает Никита Юрьевич? Ну, не знаю, но тем не менее, я полагаю, что при определении ему данного исправительного учреждения во внимании, безусловно, принималась безопасность самого осужденного. Не исключаю, что такое решение будет принято и в отношении Владимира Васильевича. Ну, а пока об этом, на мой взгляд, говорить немножко рановато. У нас впереди минимум полтора-два месяца, которые займут попытки защиты оспорить приговор. Да, защита, кстати, уже заявила, что будет... Ну, это традиционно всегда делается, тем более, что если действительно позиция защиты сводилась к полному отрицанию тех фактов, на которых настаивала сторона гособвинения, ну, безусловно, следует ожидать, что они предпримут попытку как минимум апелляционного оспаривания этого приговора. Не исключаю, более того, уверен, что и прокуратура точно так же будет не удовлетворена приговором и тоже подаст свое собственное апелляционное представление для рассмотрения его в Кировском областном суде. В смысле, они будут настаивать на том, что 8 лет это мало прокуратура? Нет, я думаю, что прокуратура прежде всего будет настаивать на том, что должен быть Владимир Васильевич осужден и по другим эпизодам, по которым он в настоящем это правда. Ну, обычно так происходит всегда. То есть, если суд в какой-то мере не согласается с позицией гособвинения, гособвинение пишет апелляционное представление и переносит рассмотрение данного дела уже в суд в вышестоящие инстанции. Ну, и уже когда областной суд рассмотрит и жалобу защиты, и жалобу самого осужденного, и представление прокуратуры, приговор вступит в законную силу, и в течение 10 дней с этого момента Владимир Васильевич должен быть направлен уже непосредственно в исправительную колонию. Смотрите, вот сейчас, как я понимаю, Владимир Быков под стражей содержится, да, то есть после вынесения приговора его в СИЗО, насколько я понимаю, поместили, не знаю в какое. Ну, понятно же в какое, на МОПРО. На МОПРО? Ну, существует закрепление следственных изоляторов за судами в городе Кирове. Первомайский суд, это СИЗО-1. Ну, примитивно к Владимиру Васильевичу, да, вполне допускаю, что это может быть и что-то другое. По всякому случаю, СИЗО-2 считается более комфортным. Который на Нагорной? Да. Оно потому что поновее, да? Ну, и поновее, собственно говоря, и бытовые условия там получше. Все-таки наш тюремный замок на МОПРО-1, он построен довольно давно, скажем так. Ну, вот я к чему про СИЗО спросила? До этого в моменте следствия у Владимира Быкова, насколько я помню, был домашний арест, а потом запрет каких-то определенных действий. Что из этого идет, условно говоря, в срок приговора, а что не идет? Домашний арест идет, безусловно. День за день, да, он идет? То есть нет такого, как в СИЗО полтора, по-моему, нет? Нет. Значит, ограничение определенных действий не учитывается вообще никак, поэтому из назначенного срока наказания, конечно, время, которое Владимир Васильевич провел под домашним арестом, какое-то несколько дней, по-моему, он был задержан вообще, это тоже будет вычитаться. Ну, в любом разе здесь срок достаточно существенен все равно, тем более, что для человека в 69 лет, ну, даже 3-4 года это тоже достаточно много. Но, к сожалению, закон говорит о том, что 8 лет это минимальная планка. Смотрите, я видела ваш комментарий одному из кировских изданий, вы говорили о том, что вы не исключаете каких-то новых дел. Вы имеете в виду именно те дела, которые вот сейчас, по которым судом был вынесен оправдательный приговор, или вы имеете в виду еще что-то? Ну, не исключаю, на самом деле, и пересмотр приговора в сторону его ужесточения в суде апелляционной инстанции. Такая возможность существует, хотя, конечно, судья, который выносил этот приговор в первомайском суде, считается весьма-весьма квалифицированным. Его редко отменяют. Ну, теоретически такая возможность есть. Плюс я, когда давал свой комментарий, ориентировался большей частью на слова одного из наших депутатов, господина Журавлева, который говорил... Владибира, да? Городской думы. Да, который говорил, по-моему, на сайте репортера о том, что порядка 20 с чем-то эпизодов еще находятся в проверке. Поэтому не исключаю, что действительно какой-то из этих эпизодов следствие может посчитать достаточно важным, обоснованным, доказанным, и мы увидим еще одно, а может быть не одно уголовное дело. Как-то прямо жестоко это все уже выглядит, нет? Ну, почему жестоко? Мы несколько недель назад, когда только вот запросили, запросило обвинение для Владимира Быкова 12 лет, в заключении делали программу «Народное мнение», опрос мы делали на улицах, да? И большинство людей все-таки говорило, что возраст их 12 лет – это как-то прямо вот чересчур, чересчур жестоко. Ну, закон, к сожалению, здесь не делает скидок... На возраст? На возраст, да. То есть в любом случае здесь эта скидка, она незримо присутствует. Именно в том, что Владимир Васильевич получил наказание по нижней планке, а не по верхней, например, или не по серединке. Понятно. То есть вот история, например, с тем, что позиция защиты настаивает на пересмотре приговора, маловероятно, что этот приговор будет пересмотрен или нет все-таки? Если это нижняя планка, куда там еще пересматривать-то? Ну, защита ведь говорит о том, что вообще не было тех фактов, на основании которых Владимир Васильевич был осужден. На мой взгляд, я делился уже с нашими слушателями своим мнением, не типовое дело, почему очень-очень редко взяточников осуждают на основании показаний свидетелей, либо взяткодателей. Очень редко. Обычно все-таки это происходит примерно так, как происходило в деле Белых. То есть когда человека берут фактически на горячем, хватают за руку. Якобы с поличным, да. Ну, или с поличным, или якобы с поличным. Вот. Но, тем не менее, собственно говоря, насколько я понимаю, здесь несколько свидетелей давали непротиворечивые показания. Значит, и господин Нелюбин говорил о том, что такие взятки передавались. Допрашивался господин Медвиков, через которого передавались эти денежные средства. Ну, суд посчитал о том, что подобного рода показания, они как раз доказывают. Дополняют друг друга, да, получается. Дополняют друг другу, не противоречат друг другу. И, соответственно, их совокупность как раз и говорит о том, что такие факты имели место быть. Научит ли эта история чему-то чиновников кировских и не только кировских? Не знаю. Очень не хотелось. Я помню, после Никиты Юрьевича этот вопрос задавали всем, да. Вот. То есть вы посмотрите, вроде фигура такого масштаба, да, и не пожалели. Ну, в части Никиты Юрьевича, я думаю, что здесь, конечно, какие-то выводы наши чиновники, безусловно, сделали. Тем более, что, ну, на самом деле, принимать наличные денежные средства в пакете и прочее, ну, это каменный век. Значит, но, с другой стороны, очень сильно опасаюсь, что многие наши чиновники для себя выводы сделали исключительно о механике. А, в смысле, о процедуре, да? О процедуре передачи. Как не следует принимать взятки. Очень сильно опасаюсь. Ну, некоторые сделали какие-то странные выводы и стали помещать деньги в морозильник, например, да? Вы помните? Да, да, да. В деле плитко, да? Да, да. Ну, это тоже, опять же, на мой взгляд, это говорит об отсутствии, прежде всего, и фантазии у обвиняемых, ну, и, конечно, о откровенной наглости. Ну, в общем, вот, может быть, кировские чиновники сделали выводы о приезжей, и, получается, не сделали и сделали Никиты Белых никаких выводов, потому что до смену ему приехали, фактически. Очень бы мне хотелось, чтобы наши чиновники сделали правильные выводы и просто навсегда прекратили брать какие-то взятки, но, на мой взгляд, это утопия. Значит, подобного рода преступления всегда были и, на мой взгляд, всегда будут. Другой вопрос о том, что неотвратимость наказания, ну, должна свою роль сыграть. И, безусловно, я думаю, что тот же господин Быков очень сильно рассчитывал на то, что его авторитет, его вес какой-то политический и прочее защитит его. Ну, слава богу, что этого не произошло. На мой взгляд, вот, на самом деле, Аня, я всегда говорил и повторюсь сейчас о том, что можно только приветствовать такие процессы. С одной стороны, безусловно, грустно. И Быкова самого жалко. А вам тоже жалко, да? Ну, а как? Я же человек, мне любого человека жалко, даже, извините, закоренелого преступника и прочее. У него есть родители, у него есть дети, у него есть семья. Страдать будет не только он, страдать будут и близкие. Конечно, жалко, но я не говорю никоим образом о том, что это наказание не заслужено. Более того, я говорю о чем? О том, что в целом подобного рода приговора можно даже приветствовать. Почему? Простой пример приведу. Когда организм не борется с болезнью, очень часто он погибает. И иногда, иногда приходится для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье самого организма, болезненные операции переносить. На мой взгляд, тот факт, что никакая, собственно говоря, значимая должность, которую занимал господин Быков, не помогла ему избежать назначенного наказания, свидетельствует все-таки о способности нашей власти где-то в какие-то моменты самоочищаться. Это можно только приветствовать. Смотрите, а тот факт, что достаточно давно ведь говорили депутаты, некоторые избранные городской думой и законодательного собрания, и общественники о том, что Владимир Васильевич себя как-то неправильно ведет, и тот же дело Парка Победы, например, там сколько с ним носились, что называется. И прошло довольно продолжительное время, прежде чем все это вылилось в уголовное дело. То есть это тактика такая, дожидаться, выжидать? Да нет, на мой взгляд, все-таки здесь дело на самом деле господина Быкова было нетиповое, плюс тяжелое с точки зрения доказывания, фактуры. И, естественно, здесь потребовалось следствию и оперативным сотрудникам достаточно большое количество времени. Ну, такое бывает. Бывает, дела возбуждаются и по прошествии 10-15 лет с момента совершения самого преступного деяния до момента возбуждения дела, либо вынесения приговора. А, то есть просто ищут возможности не провалиться в суде, что называется, да? Ну, либо собирают какую-то... С частью доказательств. Да, собирают доказательственную базу. На это уходит достаточно много времени. Дело господина Прокопьева, извините, это яркий пример. Я думаю, все мы помним о том, что Михаил Юрьевич был осужден к достаточно строгому наказанию, к пожизненному лишению свободы за деяния, с момента совершения которых прошли десятки лет. Вот. У меня, знаете, какой еще вопрос? Вот я, насколько помню, как развивались вообще обстоятельства вокруг дела Владимира Быкова. Там же вот была история с Дмитрием Никулиным, да, который бежал в Грузию, потом вернулся. И говорил, что вроде бы как-то даже предупреждал. Были депутаты какие-то городской думы, которые тоже Владимиру Васильевичу намекали, что ты перестань, значит, тут закон нарушать. Вот. И я так понимаю, что к какому-то моменту наверняка у него уже было там осознание какое-то, что рано или поздно за ним придут. Человек не бедный, человек достаточно, ну, высокого уровня. Он ведь мог себе позволить уехать, наверное. Почему не уезжают в таком случае? Ну, понимаете, ну, хорошо, но он убежал. Так ведь экстрадируют. Во всяком случае, на тот момент перспектива экстрадиции имела место быть. То есть всю жизнь прятаться, бегать по миру, переезжать из страны в страну. А нельзя уехать туда, в ту страну, которая не выдает? У нас практически не осталось стран, которые не выдают. Значит, страны не выдают своих граждан. Получить второе гражданство и куда-то убежать, ну, теоретически, наверное, возможно, при наличии, опять же, какой-то материальной базы. На тот момент еще была возможность получить золотую визу, либо гражданство за инвестиции и прочее. Ну, за покупку недвижимости, например. Ну, фактически, да. Но, тем не менее, это бы означало, что если страна, в которую такой человек приезжает, все-таки относится к цивилизованному миру, его бы придали суду по законам той страны. То есть, смысла не было бежать? Ну, теоретически, да. Теоретически невозможно было спрятаться настолько, собственно говоря, надежно, чтобы избежать любых способов привлечения к уголовной ответственности. Опять же, я думаю, что здесь не верил до последнего Владимира Васильевича о том, что такое дело вообще состоится. Что дойдет оно до суда? Да, да. А потом уже, наверное, не верил в то, что приговор будет обвинительным. Ну, когда дело было возбуждено, уже, конечно, я думаю, какое-то осознание к нему начало приходить. Ну, естественно, человек просто боролся, боролся за собственное оправдание. Ну, по каким-то эпизодам у защиты это получилось. Ну, вот вопрос с печным топливом все-таки здесь оказался достаточным для того, чтобы назначить достаточно суровое наказание, но предусмотренный закон. Юрист Ян Чеботарев в нашей студии. Мы продолжаем. Еще одна печальная новость. Я не знаю, я все равно воспринимаю приговор Владимиру Быкову как печальную новость. Ну, как минимум печальную, потому что плохо, когда чиновники высокого уровня взятки берут, и это потом доказывает суд. Новость минувших выходных. В Котельниче трое детей погибли в пожаре. Двухэтажный дом на улице Рудницкого. Дети возраста 5, получается, 3 и 2 года. Возбужденное уголовное дело по части 3, 109 статьи. Причинение смерти по неосторожности. Как отметили в прокуратуре, многодетная семья, которая проживала в доме, состояла на профильных учетах. Моя детей неоднократно наказывали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. И когда был пожар, женщина в доме отсутствовала. Вот это сообщают коллеги. Очередная история в Кирове, очередная громкая история. Я не знаю, у нас сколько уже было таких случаев, когда по вине родителей, причем родителей, которые состоят даже на учете, гибнут дети. Что-то с этим можно системно сделать вообще? Сколько у нас говорилось о том, что мы эти семьи берем на карандаш, мы будем за ними следить? Или это невозможно? И единственный выход предотвратить подобное, это просто изымать детей из семьи. Ну нет, я бы такие суждения не стал высказывать. На мой взгляд, изъятие детей из семьи – это крайняя мера. И это допускается, наверное, только тогда, когда непосредственно… Даже если благополучные семьи. Эта мера допускается только тогда, когда ребенку непосредственно в его жизни и здоровье угрожает какая-то опасность. Я думаю, что никто в целом мире не знал о том, что в определенное время, в определенном месте произойдет какой-то пожар. И здесь даже наших сотрудников, которые призваны контролировать подобного рода неблагополучное, как вы сказали, семьи, тяжело в чем-то обвинить. Все-таки откуда они могли знать о том, что такой пожар произойдет. Что касается регулярности контроля. Ну да, конечно, здесь есть у меня некоторые опасения, что подобного рода контрольные мероприятия проводятся все-таки, как правило, очень часто. Исключительно формально, да. Значит, есть, безусловно, сотрудники, которые ответственно к своим обязанностям относятся, но есть и формалисты. Ну, в данном случае я бы не стал делать каких-то поспешных выводов. Тем более, что возбуждено дело, соответственно, будем дожидаться заключения следствия. Из-за чего этот пожар произошел, в связи с чем этот пожар произошел, что можно было сделать, чтобы этого не случилось. Если бы мать находилась дома в это время, смогла бы она спасти детей или нет? То есть этого мы даже не знаем. Не знаем. Поэтому все, что нам остается, это ждать. Каким может быть приговор, если виновный определят мать детей? В самом любом, 109-я статья подразумевает, среди прочего, и лишение свободы. Если у этой матери все дети погибли, ну, я думаю, что здесь в случае признания виновной, конечно, будет рассматриваться прежде всего это реальное лишение свободы. Реальное? До долга? В зависимости от ситуации, но сроки там достаточно существенные. От нескольких лет, до двух лет, до четырех, если я правильно помню. Ладно, ждем тогда результатов проверки и переходим, наверное, ну, не знаю, там и к кировским тоже новостям, конечно же, да, ну и к российским. Речь идет об экономике. Мы все наблюдаем по-прежнему исход компаний крупных из нашей страны, санкции, три минуты до рекламы, подсказывает звукорежиссер, мы успеем. Макдональдс сегодня должен был в Кирове закрыться, не успел я мимо проехать и посмотреть, работает он или нет. Вчера фотографии из разных городов страны видела, выкладывают, столпотворение просто, то есть народ побежал в последний раз. Наедаться гамбургерами. Отведать, да, бургеров в Макдональдсе. Ну, собственно, вот из того, что я сейчас вижу, прям вот реально очень серьезная ситуация складывается в авиационной сфере, потому что не очень понятно вообще, что будет с авиацией, что будет с туристическим бизнесом внутри России, в Кирове тоже, да, и сфера автопрома, потому что большое количество заводов, большое количество, извините, автомобилистов в России, накупивших себе машины, причем недешево, да, а ничто получается сейчас без возможности техобслуживания останутся, учитывая, что, видимо, детали нам тоже завозить не будут. Ну, я думаю, что здесь сервисмены наши найдут какие-то выходы, можно ставить аналоги. Я знаю, что многие дилерские центры уже... На гарантийные машины. Ну, а какие варианты? Значит, многие дилерские центры рассматривают вопросы, связанные с ремонтом тех деталей, которые обычно просто заменялись. Значит, принято решение у многих, опять же, дилеров возможность установки неоригинальных запчастей. Будут завозиться эти запчасти из того же Китая, например. Будут выбираться какие-то аналоги с тем, чтобы, простите, наши машины просто не остановились в какой-то страшный день и вся страна осталась без транспорта. Многие граждане покупали как раз иномарки, причем начиная с 90-х годов. Кто-то, конечно, пользуется и российскими автомобилями, но самое смешное, что даже внутри российских автомобилей очень много импортных комплектующих. Которые где-то нужно брать. Конечно. Если вдруг они сломаются. Ну, будем работать с Китаем, я думаю. Да, на какое-то время, наверное, будет пауза. И вот я сейчас видела, например, на Авито, насколько выросли цены. Они и так, надо сказать, за прошлый год себя вели пугающим образом, да, цены на автомобиль, на новые. Сейчас они взлетели просто. Возможности заказать какие-то запчасти из-за границы очень существенно осложнены сложностью расчетов. Виза, мастер-карт. То, что не работает, да, у нас. Прекратили работать и прекратили осуществлять трансграничные платежи. Соответственно, сейчас рассматривается повсеместное фактическое внедрение для подобного рода платежей китайской платежной системы. UnionPay. Посмотрим. Как-то долго рассматривается. Ну, это быстро и не делается, собственно говоря. Понятно. Уходим сейчас на рекламу. К авиационной сфере вернемся после нее. Особое мнение на 101FM Юрист Яныч Батарев в нашей студии. Мы продолжаем. История с экономическим давлением, с санкциями. Авиационная отрасль наша, ну, я не знаю, встала говорить, насколько корректно. Встала, не встала. Но зарубежные рейсы все под большим вопросом. Мы видим, что очень ограниченное число авиакомпаний летает в Россию и из России. И билеты возлетели, там, я не знаю, до Сербии, до Стамбула. Дешевле 50 тысяч билетов на ближайший месяц-полтора не найти. Та же самая история, как я понимаю, сейчас с туристическими путевками. Что будет с нашей туротраслью, я вообще сейчас себе слабо представляю. То есть люди только пережили два года пандемии, только надеялись вздохнуть, начали открываться границы, и вот, пожалуйста. Будем пользоваться услугами РЖД. Ага. Но РЖД за границу не ездит. Границы-то сухопутные закрыты? Нет, я понимаю, но в данном случае, если кто-то хочет вылететь, например, за границу, единственный путь, который сейчас, наверное, можно рекомендовать, это вылет, например, в одну из стран Содружества, например, в Армению. Туда тоже 50 тысяч стоят. Я понимаю. Ну, извините, это дорогое удовольствие сейчас становится. Это Мария Захарова, помнится, говорила, да, о том, что разлетались тут россияне по зарубежным странам, да, дешевыми рейсами. Надо, значит, чтобы перелеты были делом элиты. Ну, и на самом деле, не исключаю, что вернется практика еще и выездных виз. Да ладно, подождите, вы серьезно? Вы не исключаете? Не исключаю. То есть люди, которые сейчас вот массово прибежали из страны, опасаясь падения железного занавеса, они правы? Ну, еще раз, я не исключаю подобного рода ситуацию, когда действительно россиянам для того, чтобы выехать куда-то за границу, будет необходимо получать не только въездную визу, но и выездную тоже. А как это будут преподносить гражданам? Ну, исключительно для цели обеспечения безопасности самих граждан. А то есть будут говорить, что к русским не очень хорошо относятся, да, и поэтому мы беспокоимся про вас? Вариантов достаточно большое количество, но, тем не менее, ужесточение, я думаю, в этой области будет иметь место быть. А я-то хотела вас спросить, что учитывая такие дорогие цены на авиабилеты, не пора ли сухопутные границы страны открыть, чтобы те, кто может себе позволить уехать, например, на автомобиле и получить там транзитную визу, еще какую-то, да, в зарубежную страну, могли это сделать и не тратить там 200 тысяч рублей на поездку всей семьей в одну сторону? Ну, на самом деле, далеко не все сухопутные границы закрыты, и есть возможность попасть, например, в ту же Грузию. Ну, надо обоснование, надо показывать либо ВНЖ, либо наличие родственников в этой стране, либо какое-то основание там учебы, либо лечение, по-моему, вот с этим основанием можно въехать. Ну, при желании, при желании запастись необходимым комплектом документов, возможно, всегда. Можно в настоящий момент, простите. Просто это будет дорого. Конечно, и в Европу можно улететь, у кого есть действующие шенгенские визы, пожалуйста. Да даже получить можно, потому что народ до сих пор еще получает. Пишут, что визовые центры, это ведь они и не закрылись. Ну, естественно. То есть, по большому разу здесь есть только определенное количество наших сограждан, в отношении которых приняты меры, фактически исключающие получение виз того или иного... ...за получения виз и путешествовать. Другой вопрос, что это стоит гораздо дороже, чем полгода назад. Ну, потому что, да, напрямую не летают. То есть, нужно лететь, как сказал Ян Чеботарев, через какую-то из сопредельных стран, куда перелеты не закрыты, оттуда уже лететь, к месту дислокации. Все эти билеты надо купить, отели надо забронировать каким-то образом, учитывая неработающие наши карточки. Все это нужно показать, предъявить, визовый пакет этот собрать и рассчитывать на то, что тебе дадут длинный шенген, например. Согласен. Длинный шенген не знаю, но могут дать, конечно. Безусловно, никоим образом не внушают у меня уверенности в завтрашнем дне те санкции и те проблемы, которые Российская Федерация испытывает сейчас, и опасаясь, что с течением времени они, извините, будут только усугубляться. Есть еще одна довольно забавная новость, как ни странно, в это тяжелое, достаточно грустное время. Это история со свинкой Пеппой, которая упала жертвой санкции в городе Кирове. История следующая. Кировский арбитражный суд отказал британской компании в защите прав на изображение свинки Пеппы из-за того, что Лондон ввел санкции против России, сообщает Интерфакс. Значит, история следующая. Компания попросила удовлетворить иск по защите интеллектуальных прав на основании того, что фирмы, зарегистрированные у нас, как я понимаю, использовала изображение свинки Пеппы в своих коммерческих целях. Ну и вот суд сказал, что поскольку британская компания представляет собой компанию из недружественного государства, мы, значит, не будем ее поддерживать. Я читал это решение. Более того, я знаю судью, который это решение вынес. Что-то мне подсказывает, что это... Это хайп такой, ядвигею. Нет, я думаю, что это не исключительно его решение. И поэтому я дожидаюсь, когда это решение пройдет в последующей стадии рассмотрения. Апелляционный суд, кассационный суд, возможно, даже Верховный суд. Ну, комментировать я бы, честно говоря, это решение не хотел. Значит, на мой взгляд, нельзя подминать закон и пытаться обосновывать сиюминутную целесообразность нарушений чьих-либо прав. Очень странно, какое отношение к той конфликтной ситуации в мире, которая сейчас имеет место быть, на Западе нашей страны, у наших соседей, имеет свинка Пепа и иностранная фирма, обладающая правами на подобную роду интеллектуальную собственность, на картинки, на логотипы. Не знаю, не знаю, какое отношение эта компания имеет к даже деятельности своего собственного правительства. Не вполне понимаю. Очень странно было читать это решение. Поэтому я с большим интересом посмотрю, что скажут суды вышестоящие. Если они это решение поддержат, ну, на мой взгляд, это будет определенный сигнал. Определенный сигнал. И проблемы у Российской Федерации от этого не уменьшатся, а разве что только увеличатся. Меньше минуты у нас остается, Ян Евгеньевич. Не успеваем обсудить тему с выборами. Появилась информация о том, что могут быть назначены перевыборы в Государственную Думу. А до этого ходили слухи о том, что могут быть отменены в сентябре этого года выборы губернаторов, там, не знаю, городских, еще чего-то. Да, конечно, могут. Могут быть назначены, а могут быть не назначены. В России может быть все, что угодно. Абсолютно. Здесь, на мой взгляд, простите, вот та ситуация, которая имела место быть в конце февраля, ну, она показывает, что что-то прогнозировать с достаточной степенью уверенности весьма затруднительно в Российской Федерации. Ян Чеботарев, да, юрист в нашей студии. Мы программу «Особое мнение» на этом завершаем. Спасибо большое, Ян Евгеньевич. Спасибо. Всем крепкого здоровья. Свинкупе, пожалк. Пожалк. Особое мнение на 101FM